Приветствую Вас, уважаемые любители рыбалки, рыбалку и ловли. В сегодняшнем выпуске я хотел бы рассказать про такую снасть как покаток. Состоит она из следующих частей. Это удилище, непосредственно само такое. Далее идет обязательно, я ставлю катушку, можно ставить бескатушечные, но сейчас объясню в чем плюсы катушки у данной снасти. Далее идет кивок, вот он у меня такой комбинированный, то есть металлическая часть, хлыстика сверху, такая пластиковая резка, основная у меня стоит 0,18 миллиметров. Далее это идет сам непосредственно груз, скользящая грузка, это где-то 8-12 грамм. Груз подбирается в зависимости от силы течения. Весь принцип ловли заключается в том, чтобы у Вас груз опускался на дно вместе со снастью с поводком. Груз чуть-чуть удерживал его на дне, то есть поводок. В это время поводок у Вас соответственно будет приподниматься от дна и делать поступательное движение вверх-вниз. Груз убирается в зависимости от силы течения. На ловлю я естественно не на основном течении, то есть не на фарватере, потому как на самом фарватере груз весит не менее 30 грамм. В принципе можно и поменять груз, то есть в зависимости от замены груза можно ловить на том или ином течении. То есть если сильнее течение, то больше груз, но груз должен быть обязательно скользящим. Далее поводок. Поводок у меня длиной сантиметров, наверное 50. Обычно ставим до двух метров поводок. Поводок толщиной 12 миллиметров. Крючок ставится где-то тройка, тройка, четверочка. Для двух-трех крупных личинок моталяна. Весь смысл заключается в том, чтобы опустить снасть на дно и соответствующим движением положили удилище на ногу себе и соответственно смотрим за кивком, за его движением. То есть он у вас стоит в одном месте. И почему, сейчас как раз начнем объяснить, почему именно катушка, а не моторилица. Потому как спускаем катушку с предохранителя и она легко разматривается. То есть за одно движение кистевое вверх-вниз страивается леска где-то метр-полтора. Вот. То есть вы сбрасываете леску и у вас грузик уходит как ступенчатой проводкой при джиге вниз по течению. Соответственно обстукивают, облавливают большое расстояние. Так. На катушке на самой запас лески где-то у меня порядка 50 метров. Вот. Что это надо? Соответственно для того, чтобы облавливать бурю большую территорию подаль в дом. То есть поисковая рыбалка, то есть ходовая донка. Как бы говорят, тут зима. Ловля на эту снасть очень довольно таки интересная. Мне понравилось. Я вот первый покаток наш собрал как раз года два назад. Ездил ловил. Попадается на эту снасть вся белая рыба. Это и белоглазка, соответственно подлещик, лещ, плотвичка, ельчик. Попадается. Вот. Снасть интересная. Как-то будет собирать. В принципе. Я думаю ничего здесь сложного нет. Вот пробовать. То есть снасть проста. Положили на ногу. Там. Минуту-две подождали. Нет поклевок. Подбросили. Скинули леску. Вот. Соответственно метр-полтора ушло лески. И такими ступеньками спускайтесь, отравливайте саму снасточку. В принципе все. Все, что хотел рассказать. Это был канал Селерфукс. Я надеюсь, эта информация была полезна для вас. Для начинающих рыболов. Всем удачи. Не хвостами шили.